Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Имперский клуб» и у нас сегодня в гостях историк, публицист Залезский Константин Александрович, научный сотрудник Российского института стратегических исследований. И поговорим мы сегодня о таком ярком феномене демагогического популизма большевиков в первые месяцы и годы их правления. Очень часто говорят, что одним из самых важных заслуг большевиков, что они сразу придя к власти, раздали народу землю, рабочим заводы, то есть решили практически все проблемы сразу же несколькими декретами. Так называемый первый декрет советской власти. Конечно, это не так. Причем еще до вот этих вот первых декретов, которые были приняты 25 октября или в течение нескольких дней, Ленин выступил с фразой, как вот квинтэссенция того, что власть советам, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным. Ну, иногда добавляют еще фабрики рабочим, это он в данный момент не сказал, но это тоже говорилось. В то время как раз в мемуарах можно встретить, один из генералов говорил, что в октябре 17-го года, вот кто хотел получить власть, то должен был сказать, мир дам. И все, значит, сразу же. И эти лозунги, они изначально были демагогичны. То есть, не то, что у большевиков потом не получилось, оно не собиралось получаться. То есть, большевики не собирались давать власть советам, не собирались давать землю крестьянам, не собирались давать мир народам и не могли дать хлеб голодным. Ну, рабочим фабрике тоже, естественно, никто не хотел давать. И если мы посмотрим на то, вот какие были приняты декреты. Значит, первый декрет о мире. Значит, звучит, ну, прекрасно звучит. Особенно во время войны. Особенно во время войны, во время 17-го года, развал армии. Армия уже там практически частично не существует, дисциплина на нулях. Страна, в общем, находится фактически в коллапсе, доведенной временным правительством. И вот мир народам он дает и декрет о мире. Но что содержится в этом декрете о мире? В декрете о мире содержится только одна фраза. Ну, он длинный декрет о мире. Содержится только одна фраза. Мы предлагаем воюющим державам заключить мир. Но в одностороннем порядке ничего не бывает. То есть, чтобы заключить мир, нужно создать для этого условия. Создать условия братанием и предъявлением пустых слов о том, что заключить мир, с одной стороны, это нонсенс. Но, с другой стороны, это, опять-таки, все сказано исключительно с демагогическими целями. Потому что большевики не собирались давать мир. Они, возможно, хотели заключить мир условно с Германией. Может. Но давать мир они не хотели. Лозунг того же самого Ленина. Давайте превратим войну империалистическую в войну гражданскую. Что, собственно, и было реализовано. Абсолютно. Воевали дольше, чем в Первую мировую. Конечно. И, как бы, этот лозунг, превратим войну империалистическую в войну гражданскую, не может относиться к октябрю, когда большевики получают власть. Тогда гражданской войны еще нет. А так начинается... Это, во-первых, гражданская война. И гражданская война, как вы абсолютно правильно сказали, она заканчивается после. То есть, Первая мировая война длится до ноября 1918 года. А гражданская война в России идет в самом лучшем случае до 1922. Возможно, до 1923, если мы датируем это Пепеляевским походом в Якутск. А если мы датируем боями в Средней Азии, то это 1932 год. И последние остатки до 1938 года. А там уже рядом вторая. Следующая война. Следующая война. То есть, война, в общем, нон-стоп. То есть, большевики не дают никакого мира вообще. Кроме того, заключение Брестского мира с Германией показывает, что, ну, как бы тут даже странно говорить, что мир кабальный. Он не просто кабальный. Это просто разгром страны. Потому что страна отдает все. То есть, она отдает Украину, Прибалтийские губернии, Привислинские губернии, те самые, значит, Великое Княжество Финляндское. Территории, значит, геменские войска стоят на границе. Потом отдача Турции, Турции, то есть, стране изначально проигравшей все. Отдается Батумская и Карская область. То есть, отдано вообще все. В этом самое удивительное, что через полгода капитулируют те страны, которые воевали, в том числе и с Россией. Которые воевали. И при этом, вот отдавая все, и обещая заплатить 500 миллионов золотых рублей, которых нет, обещая заплатить, большевики изначально не собираются это выполнять. И, мало того, что не выполнять, они его ничего за это не получают. Они за это не получают ничего. В момент, когда заключен Брестский мир, уже начинается гражданская война. То есть, большевики уже ведут гражданскую войну. Потом начинается военная интервенция. То есть, высаживаются там англичане в Мурманске, на Дальнем Востоке высаживаются японцы и американцы. То есть, и при всем этом, вот при этой тяжелой ситуации, большевики ни на миг не забывают о том, что они собираются нести мировую революцию в зарубежные страны. Причем нести, опять-таки, в форме войны. Советская-польская война. Советская-польская война. Собственно, никто не собирался воевать с самой Польшей. Шли дальше. Да, шли дальше. И заявление, вот в декрете о мире, в самом декрете о мире, сказано, что пусть рабочие всесторонне решительной помощью помогут нам успешно довести до конца дела мира, ну это рабочие Германии, да, демагогически, и вместе с тем дело освобождения трудящихся, эксплуатированных масс населения от всякого рабства эксплуатации. То есть, мы давайте заключим мир и устроим всемирную гражданскую войну. Да. Ну, то есть, то, что должно перетечь в гражданскую войну из Первого мира. То есть, декрет о мире, это лозунг, демагогически, мир народов, и декрет о мире, это демагогия чистой воды, потому что никто не собирался ее делать. Изначально. Давайте закончим вашу войну, начнем свою. Начнем свою, да, то есть, как бы, тогда, значит, это заявление, что мир, это тот мир, который вот завершит одну войну. А потом мы начнем следующую, это уже совершенно другая статья. То есть, это полная демагогия. Соответственно, дальше. Когда мы говорим о таком важнейшем вопросе, как декрет о земле. То есть, вот вроде бы большевики и решили вопрос. То есть, извечный вопрос, ну, как вот все, да, мы читаем и либералов, мы читаем и консерваторов, мы читаем и западников, мы читаем и славянофилов, и у всех главное вопрос о земле. Вот главный вопрос русской истории. И вдруг большевики одним декретом все решают. И как же осуществляются слова, которые сказал Ленин, земля крестьянам? Крестьяне землю не получают. Декрет начинается со слов, помещи собственность на землю, отменяется немедленно без всякого выкупа. Это хорошо, но это первая фраза, это преамбула. Потом, после преамбула, начинается уже основной текст, где как раз и пишется, что право частной собственности на землю отменяется навсегда. Возникает логичный вопрос. А как крестьянам отдать землю, если у них отняли то, что у них было? То есть, тот надел, который был у крестьянина, к октябрю 1917 года, у него был небольшой надел. У кого-то был большой, у кого-то был небольшой. Надо помнить, что к октябрю 1917 года крестьянское землевладение превосходило помещище землевладение в России. То есть... Это тенденция все увеличивалась. Тенденция увеличивает, просто помещиков было, естественно, значительно меньше в численном отношении. Но общая численность землевладения... Десятин земли... То есть, крестьянам подарили помещище земли, но отобрали в том числе и собственные их. И собственно их. И крестьянин перестал быть хозяином земли. Распределение земли ушло в комбеды, ушло в местные советы или что-то, но в органы, контролируемые именно большевиками. Таким образом, крестьянин, который к моменту... К концу 1917 года был худо-бедно хозяином своего надела. Причем он был хозяином с перспективой получения расширения своего надела. То есть, если он собирался этот надел не просто продать и уйти в город на заработки, а собирался его обрабатывать. Была методика работы через дворянский банк, через крестьянский поземельный банк для получения займа, для расширения земли. Были возможности переселения в северно-подъемный, там, получения земельных, земельной собственности. То есть, были перспективы для работающего на земле человека. Всегда были перспективы уличения своего земельного надела. Был выход из общины, был уже, ну, сказать, непросто, он был уже введен в оборот, то есть никаких проблем не было. А здесь крестьяне попадают в ситуацию, где они обрабатывают всю общую землю, причем с этого они имеют, ну, отнюдь не являются хозяевами урожая, полученного им, потому как уже через какое-то время начинается коллективизация, и сначала уничтожение кулака К-класса, то есть во время уничтожения кулака К-класса выметается тот самый слой крестьянства, который как раз вот к 17-му году и имел какие-то наделы. А можно сказать, что декрет о земле таким образом является первым шагом к уничтожению вообще крестьянства как такового и началом наших проблем с продовольствием? Конечно, он является и первым шагом, и самым главным шагом, потому что он, в принципе, весь этот декрет на земле, он там все это сказано, что вот мы фактически ликвидируем крестьянское землевладение, что значит ликвидируем помещие? Помещие значит мы ликвидируем крупное землевладение, но вопрос, и превращаем его в мелкое, ну например, как там эсеры хотели. А этот вопрос, что мы ликвидируем вообще всякое землевладение и переходим, вполне логичный был переход к колхозам и совхозам, то есть позже при коллективизации, да, конечно. А если это частная собственность, то вся земля принадлежит всем. Всем, и на ней работают люди, которые работают на государство, но на этом все не заканчивается, потому что если рабочему, самому, представителю самому передового класса, потом разрешалось работать на государство в качестве условно-вольно-наемного, не особо вольно, но наемного, то крестьянин превращался в крепостного крестьянина. Причем не того крепостного, который был к 1661 году, а крепостному, закабаленному значительно больше. У него вообще не было возможности уйти на труба. Хочу напомнить, что колхозники получили паспорт в 1774 году. До этого времени, с 1935 года, они были прикреплены к земле, причем не к своей земле, а к государственной земле, которую они должны были обрабатывать. То есть таким образом мы видим, что декрет о земле – это нонсенс. Это исключительно, вот, земля крестьянам – это исключительно фраза популистская, которая изначально под собой не имела желания эту землю крестьянам дать. То есть изначально большевики не хотели давать землю крестьянам. Это у них не получилось, у них получилось. Они сделали то, что хотели. Вот это вот декрет о земле. Что касается связанной с этим, с земля крестьянам, соответственно, возникает вопрос, для чего земля крестьянам? Нам нужно хлеб голодным. То, что произошло при большевиках, не шло ни в какое сравнение с ситуацией, которая была в октябре 1918 года. При этом мы не берем ситуацию, которая была до революции. Потому что, если до революции и был, как у нас называют, голод 1991-1992 годов, хотя, в принципе, это была, скорее, тяжелая ситуация, связанная с недородом, но при этом в 1991-1992 годах, несмотря на то, что ели лебеду, была, в общем, тяжелая ситуация, правительство организовывало помощь, за эти годы никто не умер от голода. То есть, от дистрофии и так далее. Умирали от эпидемий, связанных с этой ситуацией. Это было. Значит, что происходит после прихода к власти большевиков при лозунге «Хлеб голодным»? Голодные хлеб не получают. В деревню отправляются вооруженные отряды на протразверстку. Появляются голодные. Появляются голодные там, где их не было. То есть, начинает голодать деревня. В результате лозунга «Хлеб голодным» мы имеем голод 21-22 годов по Волжье, когда голодает 90 миллионов человек. Вот территория. Да, вот у меня прадедушка и прабабушка умерли в этот голод. По оценкам, вот тут только оценки. Тут людей не считали. То есть, сколько погибло, неизвестно. По примерным оценкам 5 миллионов человек. Это результат лозунга «Хлеб голодным». То есть, мы видим, что никто, в общем, голодным, вот как голодным, как показатель, то есть, вот всем голодным надо дать хлеб. Никто давать не собирался. Собирались конкретно накормить основу своей власти пролетариат в городе. То есть, лозунг популистский чистой воды, за которым, в общем, ничего не стояло. И, значит, соответственно, следующее. Фабрики рабочим, ну, тут мы можем просто, так сказать, добавить, что это фабрики рабочим, это вылились в постановления о рабочем контроле. То есть, что рабочие контролируют хозяев. Хозяев они контролировали недолго, потому что вскоре перестали быть хозяева. После чего рабочие перестали контролировать фабрики, потому что на фабрике были назначены или выбраны красные директора или там инженеры, которые подчинялись непосредственно советской власти, то есть, ну, большевикам. И рабочие контроль над заводом утратили. Никогда рабочие не могли решить, принять решение, не о том, что можно закрыть, не закрыть предприятие, не о том, что какую продукцию будут производить. То есть, рабочие были устранены. То есть, самое главное, никогда не решали вопрос зарплаты. Да, конечно, никакой зарплаты они вопрос не решали. Хотя, изначально, как раз под лозунгом фабрики рабочих шла речь об участии в работе в прибыли предприятия. Шла речь именно об этом. То есть, лозунг фабрики рабочих имел в виду именно вот это. Не просто абстрактный контроль рабочих за ходом процесса, а невозможность хозяина объявлять локаут, разделение прибыли с учетом вклада и так далее. Все становятся собственниками и решают вопрос, как делить прибыль с этой собственностью. Что мы имеем в результате? В результате мы имеем, что, вообще-то, значительная часть фабрик просто закрылась. Рабочие остались без работы. Значит, другая часть фабрик перешла полностью под государственный контроль. Рабочие утратили какую-либо возможность влиять на какой-то... До этого они имели право влиять, потому что они имели право стачек и забастовок. Стачки и забастовки, как может рабочий выступать со стачкой и забастовкой, когда власть его, как было заявлено. Конечно. То есть, это твоя власть, что ж ты бунтуешь-то? Поэтому никаких стачек и забастовок нет, никаких прав рабочих нет. Профсоюзы это, в принципе, выхолощенная организация, которая занимается социальным обеспечением. Сначала там это, так называемые, приводные ремни социализма. Они там играли в какие-то игры, и хоть их через какое-то время быстро очень поставили на место. Но к этому моменту, а через какое-то время, рабочие потеряли право перехода с фабрики на фабрики. То есть, в принципе, они вернулись в полупервобытное состояние. Вот это вот результат. Собственно, такого состояния-то и не было никогда. Да, ну, конечно, никогда не было. Но, в принципе, вот, то есть, ну, как мы вспомним, там, может быть, какие-нибудь уральские заводы Никитина. Ну, да, когда рабочие были еще крепостные. Да, когда рабочие были крепостные. То есть, вот, в принципе, вот, переход-то идет в эту ситуацию. И, наконец, еще, там был еще целый ряд постановлений, которые обязательно надо упомянуть. Первый же декрет советской власти, это был декрет о печати. Звучит прекрасно. Вот, сейчас вот мы слышим, декрет о печати. Наверное, все могут подумать, что это декрет о свободе слова. Там говорилось о свободе слова. Она перестала существовать в этот день. То есть, были закрыты, вот, это 27-го, то есть, это вот, ну, два-три дня у власти, большевики. Два дня у власти. Значит, сразу же. До этого большевистские газеты, как только закрывали, поднимался крик, что вот, значит, демократия, наступление на демократию. 27-го октября были закрыты все газеты, которые призывают к открытому сопротивлению или неподчинению рабочих-казиарскому правительству, сеющие смуту путем явно-клеветнического извращения фактов. Ну, под явно-клеветническое извращение фактов подходит любая газета, не говоря о том, что она там буржуазная. И призывающие к явно-преступным действиям. Ну, это все по усмотрению власти. То есть, газеты все были закрыты. После этого было отмечено во втором пункте, это был один, кстати, из самых коротких декретов, потому что, что расписывать-то было. Что настоящее положение имеет временный характер и будет отменено особым указом по наступлению нормальных условий общественной жизни. Как мы знаем, нормальные условия общественной жизни при большевиках не наступили. Никогда. То есть, этот указ никогда не был отменен, он всегда продолжал действовать. То есть, опять-таки, слова о свободе слова перед, до захвата власти большевиками, это чистая демагогия. Причем, этот указ подтверждает, что это было сделано исключительно из тактических соображений, и какую-либо видимость соберособлюдать никто не хотел. И, наконец, как не покажется странным, это декрет, это самый главный лозунг, власть советом. Казалось бы, что вот здесь-то большевики, ну и все, и получилось. Вот, власть перешла советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и вот съезд советов стал главным органом власти. Собственно, советская власть пришла. Да, и она стала как раз именно советская. И что мы имеем? Мы имеем абсолютно демагогический лозунг, который показывает, что никаким советом большевики не собирались давать власть. Советы еще в 17-м году стали теми самыми органами, скажем так, параллельной власти, которые позволили большевикам нагнетать ситуацию и раскачивать лодку, которая, правда, уже и так была полураскачана, но вот создать альтернативу правительству, чтобы перехватить власть. Вся власть, вот это, кстати, был единственный, наверное, декрет советской власти, который заработал сразу, активно, до конца и был выполнен полностью. Он занимает меньше, чем полстраницы. И был принят тоже 25 октября. Это декрет об образовании рабочих крестьянского правительства, Совет народных комиссаров в главе с Ленином, который получил все права. Так вот, когда было заявлено о власти Советом, то через два или три дня после образования правительства было принято разъяснение Всероссийским съездам Советов, где было сказано, что раз рабочее крестьянское правительство является выразителем в воле Советов, то значит, законодательная инициатива у него есть. Причем не инициатива, в смысле выдвигать законопроекты, а их принимать. То есть Советы были, высший съезд Советов был сразу практически решен в пользу правительства какой-либо законодательной инициативы и был превращен в аморфное совершенно состояние. На местах практически сразу из всех все Советы были вычищены. Надо напомнить, что к октябрю 1917 года отнюдь не все Советы контролировались полностью большевиками. Там были и большевики, там были и левые Советы, там были и мелкие местные социал-демократы. Там был такой, а были беспартийные. И вот, буквально, вот так называемое триумфальное шествие Советской власти, все Советы вычищены, во всех Советах ликвидированы фракции, которые не соответствовали коммунистическим, и над ними установлен контроль коммунистов. То есть Советы стали исключительно, значит, просто рычагами власти, системой управления. Органом одобрения. Органом одобрения. И формально исполком состоял, исполком, местная исполнительная власть, она состояла при Совете. Но этот Совет фактически никогда ее не назначал, потому что решение принималось коммунистической фракцией. Ну, либо коммунистической фракцией, которую тоже никто не избирал, фактически. Либо местным партийным, местным партийным руководством. То есть Советская система, система Советов рабочих, солдатских, христианских депутатов, а позже депутатов трудящихся, так сказать, как у нас все это было, это была, скажем так, фикция какой-то представительной власти. Надо сказать, что если мы сравним права и возможности Советов с земствами дореволюционными, то, в принципе, сравнение будет не просто не в пользу Советов, а то, что земства еще что-то хоть могли делать. И причем и действовали активно, и иногда-то даже еще, мы с вами помним, выдвигали политические лозунги. Да. Советы, не то что политические лозунги, не выдвигали, а вообще никак. И когда был последний момент, когда было Тамбовское восстание, был выдвинут, и Кронштадтский, так называемый мятеж, был выдвинут лозунг «Советы без большевиков». Чем это закончилось, мы с вами прекрасно знаем, никаких советов большевиков не было, восстание было потоплено в крови, и мятеж кронштадтский тоже. То есть мы можем сказать, что когда мы называем власть советской в периоде с 17-го до 91-го, то мы терминологически ошибаемся. Конечно, конечно. То есть это была коммунистическая власть, а Советы были просто прикрытием. Да, антураж, который должен был существовать, чтобы создать видимость народоправления. Да, выборность. Очень хорошо, очень интересный рассказ, действительно, о этих первых декретах. А вот интересно было бы еще узнать у вас, Константин Александрович, вот эти декреты, как вам кажется, они были исключительно рождены для того, чтобы взять власть? Или советское коммунистическое правительство как-то вкладывало в это какие-то далеко идущие планы? Ну, скажем так, конечно. То есть они были инструментарные, инструменты. Во многом, во многом, они были, да, это была именно декларация захвата власти, что принимается ряд мер, которые отвечают якобы чаянием народа, населения России. Но в то же время ряд декретов, например, декрет о печати, это был совершенно конкретный декрет, но в декрет, при том же о декрет о земле, он в себе содержал вот ту программу большевиков, которую они проводили. Декрет о мире это чисто демагогический декрет, естественно. Декрет о рабочем контроле имеет, постановление о рабочем контроле имеет чисто прикладное значение на очень короткий период времени, вот переходный. То есть на самом деле, вот когда мы смотрим на декреты, вот эти первые декреты советской власти, мы видим совершенно разные документы. Они вот не похожи друг на друга. И как раз это показывает, что большевики не задумывались над тем словом, что вот декрет это такой вот документ, который изменяет саму структуру, такой важнейший документ. Нет, он для них мог быть просто политическим актом, как декрет о мире. Он мог быть важным составляющим объявления декрета о земле, национализации всей земли. Он мог быть декретом о печати, это не изменение ничего, это просто временное, якобы временное, ничего не бывает постоянно, более постоянно, чем карательная мера. То есть это может быть декрет об образовании рабочих крестьянского правительства, большая часть которого занимает перечисление состава этого правительства. То есть большевики не задумывались о том, что это должны быть равновеликие документы. Почему? Да потому что они для них не были равновеликими. Для большевиков как заключение Брестского мира. Брестский мир нужен был только, чтобы заключить мир вот сейчас. А потом что будет, да не важно, что будет, потом мы от него откажемся, это ненужная бумажка. То же самое эти декреты, они принимались именно так же. Это были чисто тактические документы, которые большевики обеспечивали себе на первых хотя бы порах какую-то поддержку. То есть это были, и они так и принимались. То есть это не были ошибки в выполнении этих документов. То есть принят хороший закон, а потом ну вот так получилось не выполнено. Нет, это была именно демагогия, которая принималась с целью обмануть народ с одной стороны, а с другой утвердить свою систему. Не ту, которую обещали, а свою систему хозяйствования и государственного управления. То есть можно сказать, что декреты, первые декреты советской власти были чисто номинальными бумагами, с которыми власть пришла новая и попыталась завоевать общественное доверие хотя бы на какой-то короткий период для того, чтобы укрепиться у этой власти. Да, укрепиться, да. Никаких последствий, которые были прописаны в этих декретах положительных для страны, собственно, или для сословий, не наступило. Поэтому здесь демагогический популизм большевиков очень ярко и очень сжато в этих декретах проявился. И сами коммунисты никогда не воспринимали эти документы как руководство к исполнению. Никогда не воспринимали и только позже, причем в очень короткое время, эти декреты были сразу объединены под названием первые декреты советской власти, когда никто не очень криконизировал их внутреннее содержание, а увязывал вас к предыдущим лозунгам, что вот Ленин 1 октября выступил с этим лозунгом, а уже 27 октября эти лозунги были осуществлены на деле. Спасибо, Константин Александрович. Очень интересная сегодня передача о необычном трактовке вот такой несоветской этих первых декретов. Большое вам спасибо. В эфире была передача «Имперский клуб» и я, Смолин Михаил Борисович. Всего вам хорошего. До свидания.